внимание внимание экстренное включение с полей в первом видео я напутал когда объяснял формирование тени у кнопки в частности что касается ее параметров переписывать данный фрагмент не представилась возможным по нескольким причинам поэтому более подробное объяснение и исправление косяков будет уже в третьем видео спасибо за внимание приятного просмотра привет это вим и мы продолжаем верстать наш макет в прошлом видео я много чего наговорил а сделал мало поэтому постараюсь не углубляться так сильно в какие-то дебри и подробности а будем больше заниматься делом сегодня я постараюсь а если все не затянется сверстать вот эту центральную часть вместе с логотипами и вставить вот этот декоративный элемент который впоследствии будет анимироваться начнем нашу разметку это у нас будет центральная часть значит здесь заголовок под заголовок или просто текст и форма ну что ж перейдем нашу разметку и здесь я оставлю комментарии а суда напишу федор например миду и внутри этого хедера мидал нам понадобится еще одна прослойка эдер мидал энер собственно это нужно для того чтобы а вот эту часть где заголовок и и ограничить по ширине в процессе верстки вы поймете зачем я это сделал дальше у нас заголовок это h1 с классом page title эту возьмем заголовок так далее у нас будет класс пейдж саптайту саптайту так скопируем это все дальше ниже у нас форма из двух элементов состоящая поэтому прям здесь же в иннере напишу форум форум с классом форум и возможно нам понадобится кто уточнить что это за форма и дар форм внутри у нас два элемента это input и собственно кнопка я эти элементы сделаю в отдельных обертках форм вот у нас будет значит input а type текст с классом форум input так и так по моему нас да это email даже не текст но это не столь важно и placeholder у нас так у нас вот такой placeholder дальше у нас есть еще одна еще один пункт эта кнопка баттон с классом btn который мы уже кстати сделали и с типом сабмит рай for free целом с формой тоже все и наверное сразу сделаем разметку для вот этих иконок с компаниями ниже чуть-чуть значит будет компания айтон и здесь надо определиться как нам их расставлять так чтобы расположение у нас получилось именно такое как здесь я когда тренировался пробовал и по вертикали расставлять и по горизонтали но эксперименты мои показали в том что в данном случае лучше сделать вот эти каждые три иконки как бы в отдельной своей в отдельном своем контейнере и уже в каждом этом контейнере и раскидывать данные иконки по краям и это собственно и даст такой эффект что они будут располагаться как в дизайне потому что скажу почему не в столбик например потому что если мы сделаем вот это тремя столбиками у нас центрирование в каждом столбике будет свое нужно будет отдельно прописывать потому что здесь у нас будет центрирование по левому краю здесь по правому краю а здесь вообще непонятно потому что если мы концентрируем посередине они не будут стоять так же как здесь поэтому лучше их сделать так в линию значит для этого icon company ну назовем например pack и здесь у нас будет три картинки три иконки так что это такое и м g но нам эти иконки нужно сначала экспортировать давайте их найдем так dropbox тут насколько я знаю можно иконки экспортировать пачками например так выделить все три и нажать экспортировать выделенное по моему если нажмешь экспортировать экспорт пакета он их все объединит в один файл экспортировать выделенное должно нам дать три отдельные иконки изменим путь мы их экспортируем тмл так имидж и создадим здесь сразу папку company компания так выбор папки так экспорт смотрим что мы тут на экспортировали так имидж компания да у нас есть три иконки сейчас я за кадром все экспортирую и приведу в нормальный нейминг в одинаковый и потом продолжим так иконки готовы а дать посмотрим их расположение значит это картон network booking и дропбокс а дальше у нас я тут тоже комментарий сделаю добавлю форм и смотрим что у нас получается что у нас получается ну что ж начнем посмотрим что у нас с заголовками это у нас page page title это мали 75 пикселей у него высота размер и black ну давайте для заголовков мы сделаем отдельный азиос модуль sss так чуть-чуть бардак фонс не нужен баттонс пока не надо хедер спис остается импортируем сюда переменные и page title он сайт значит 75 пикселей ширина начертания точнее 900 цвет dark и высота строки еще раз 97 но я это переведу в относительной единицы это будет 129 и 29 так смотрим вроде ну похоже так только не пикселей а просто 129 есть теперь вот этот текст он у нас серый 20 пикселей болт и высота строки 35 это у нас page subtitle фон с 20 грей у нас есть такая переменная если кто не помнит line hate также относительные это 175 так если кто не знает как я получаю 175 вот это число это я высоту строки 35 делю на размер шрифта получается 175 в нашем случае так и в общем то все да тут у нас нету расстояние между ними хотя казалось бы да потому что вот это расстояние достигается высотой строки заголовка и под заголовка поэтому дополнительные отступы снизу нам делать не нужно а вот между а под заголовком и формой доступ есть поэтому мы давайте наверно его сразу и сделаем так 60 50 но тут мне кажется чуть меньше 60 потому что это как-то все сдвинуто непонятно непонятным образом 60 или даже больше но пока напишем 60 а там посмотрим но я не буду с писать мэджем потом 60 именно суда потому что потому что данный отступ к заголовку вот этому под заголовку никакого отношения не имеет мы должны его немного добавить изменить точнее класс добавить и уточнить что это за под заголовок а именно это у нас будет хедер саптайтл то что мы этот саптайтл если где еще применим у него не должно быть никакого отступа снизу и перейдем хэдер и здесь хэдер саптайтл так уж такое-то саптайтл мэджем ботом 50 пикселей и все пока что так посмотрим есть далее стилизуем нашу форму значит давайте начнем с импута у него здесь есть бордер граница в 2 пикселя радиус закругления скажется такой же как и у кнопок сейчас проверим 100 да и цвет границы это не серый это чуть светлее поэтому давайте здесь мы еще один модуль добавим форм с с с импортируем так импорт bars и скорее всего нам понадобится он также форм и это мы будем стилизовать форм input значит сделаем его дисплей блок шириной в сто процентов бордер у нас два пикселя солид цвет давайте возьмем так бордер радиус у нас бордер радиус 100 пикселей он сайс давайте посмотрим так он сайс 20 монсеррат но хочу обратить ваше внимание что это фонд сайс не точнее вот эти стили которые мы будем использовать тут цвет здесь еще есть прозрачность на цвете это цвет не текстов который мы будем писать в инпуте это цвет плейсхолдера но размер шрифта например 20 пикселей он относится и собственно к тому тексту который будет вписывать пользователь фонд фэмили это у нас man рад с полу бэком и light он твэйт 300 давайте для текста который будет вписывать пользователь сделаем цвет серым грей а плейсхолдер мы сейчас тоже стилизуем а значит ниже как стилизуется плейсхолдер через псевдо элемент плейсхолдер так только не 3 2 и . 2 2 и . и давайте возьмем цвет собственно этого плейсхолдера и так это у нас цвет не наш серый немного другой и у него прозрачность 85 поэтому мы сюда пишем color так дб а и альфа 080 85 эти посмотрим что у нас получилось и применилось легче что-нибудь кажется ничего не применилось потому что армс здесь так это ошибка у нас грей так грей я написал неправильно через пейсхолдер у нас не сохраняется вот все так еще раз проверяем это input но что-то я не вижу в ром input так еще одна ошибка где он from форум конечно же о получилось теперь я хочу найти плейсхолдер и он где-то должен быть показан здесь эти посмотрим в примере он тут тоже не показывается но кажется он срабатывает а у нас не похоже что у нас срабатывает дать я здесь форме для плейсхолдера сделаю больше например прозрачность и они отработает но у нас что-то не похоже что это 85 здесь а еще общая непрозрачность до на митинами силе тут конечно непрозрачности но 36 не нравится мне это все дело ну ладно пусть будет так ничего страшного в этом нет и нам нужно сделать еще отступа 25 слева ну справа соответственно тоже и 2923 напишем пэдинг 23 и 25 по краям давайте замерим высоту этого всего 77 так а у нас 74 поэтому можем поединка еще накинуть ну пусть будет 24 25 а вот текст который мы вводим он уже будет более темный теперь нам нужно расположить это все в одну линию здесь расстояние между элементами в 40 почти пикселей я предлагаю здесь использовать грид почему бы и нет делаем дисплей грид грид комплейт калам нас input будет 1 fr размером занимать одну фракцию а кнопка мы придадим значение авто и также расстояние между ними а это колонга 40 пикселей вот авто просто позволит кнопки не растягиваться больше своей минимальной ширины а одна фракция 1 fr для вот этого первого форм айтема позволит заполнить все оставшиеся пространство так перейдем к логотипом надо нам немного отбить нашу форму вниз сейчас давайте посмотрим насколько на 210 пикселей но мы это сделаем не здесь форме потому что у нас ниже тоже форма будет а мы так добавим или она уже добавлен до под форм хидер форм вот я предусмотрительный какой мы здесь добавим форм хидере и сделаем мэджем ботом 210 пикселей так все это отлетело вниз и расположим элементы так нам нужно каждый вот этой строке так для начала также модуль компани с ссс добавим его в об ком они есть компани альком если я не ошибаюсь и наш компания алькон то есть вот этот весь контейнер который содержит все иконки тоже должен быть дисплей флекс и если вы помните они у нас расположены имеют как бы три внутренних контейнера для самих иконок нам нужно расположить их друг под другом поэтому а flex direction мы изменим на колом и еще нам нужно добавить расстояние между ними то есть так 71 где-то пиксель это можно сделать с помощью ну например рога 71 пиксель смотрим так все есть и теперь нам нужно еще расстояние между непосредственно иконками задать это мы сделаем с помощью также флекса у нас есть факт да правильно написал ему также дисплей флекс и джестифай контент space between они все разлетелись но у нас пока нету ограничения ширины данной ширины поэтому они растянулись на весь экран на это тоже мы подправим дальнейшем а также я бы добавил небольшое расстояние небольшой отступ этим иконкам чтобы при сужении экрана они также не слипались 10 пикселей я думаю будет достаточно я сделаю это вот таким приемом имидж плюс компании айкон пак каждый картин каждый следующий картинки я сделаю мэджин лифт 10 7 я этот прием тоже показывал предыдущих видео и смотрите теперь если я сужая экран браузера они у нас не слипаются и визуально это конечно смотрится лучше ну что у нас на очереди я предлагаю теперь пока что декоративный элемент не трогать а сделать вот эту левую часть расположить так как она сейчас расположена то есть ограничить ее по ширине давайте измерим примерно и примерно ширину от данной направляющей 800 так 700 где-то 800 до примерно пикселей будет какой элемент мы будем ограничивать мы ограничим сейчас я покажу значит наш элемент header middle inner кстати его тут также неправильно написал ой 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 не дал собственно для этого я его и добавил поэтому перейдем в хидер у нас здесь middle inner максвиз 800 пикселей так вроде все стало на свое место и теперь а еще обратите внимание что наш текст он имеет меньшую ширину чем например заголовок и и для этого нам нужно также и уменьшить сам ширину контейнера для текст вот этот сап тайтл мы его можем также уменьшить через класс хедер сап тайтл но не в пикселях а уже а допустим в процентах можно уменьшить максвиз давайте на 50 процентов 50 процентов примерное расположение сейчас посмотрим что у нас вторая строчка например заканчивается на слово сам чтобы выглядела выглядела одинаково где-то до 77 процентов будет и мы здесь делаем макс вы из 77 процентов почему я не использую например тоже здесь пиксель и пишу в разнобой так как эта практика верстки больше ориентирована на новичков кто начинает или кто хотя бы уже что-то имеет тем самым я покажу что можно использовать разные величины то есть если не обязательно использовать везде там пиксели можно использовать и процента смотрите от зависимости от ситуации то есть я показываю разные варианты просто бывает такое что например особенно при обучении увидишь чтобы кто-то где-то использовал например пикселей стараешься вообще везде впихнуть эти самые пикселя и сворачиваясь как непонятно кто вот и некий такой ну типа страх что а вдруг я использую проценты что-то не то будет или неправильно нет это абсолютно нормально не надо бояться можно экспериментировать использовать поэтому вот так далее далее нам нужно добавить вот это пространство его мы можем добавить отбив наш кадр мидал центр не от логотипа от кнопки наверх на с измерим на сколько пикселей так есть все четыре давайте пока 24 если что подкорректируем переходим в хэдер и здесь же напишем хэдер мидал margin top 254 пикселя так сохраняем смотрим так вроде нормально и теперь я последнее что хочу сделать для это видео это добавить вот этот элемент декоративный который мы будем анимировать и в общем то все на на этот раз это видео как его можно сделать вообще эти посмотрим еще раз анимацию я вам покажу вот тут анимируется буквально все элементы есть несколько путей можно например вот этот он на самом деле этот круг он большой вы просто вставили одну часть всего сюда можно отдельно экспортировать его и отдельно экспортировать карточки но я пошел немного другим путем так как это все свг нарисовано в векторе я предлагаю вот эту всю композицию вот этот круг вот эти карточки на самом деле вот эти элементы тоже отдельно нарисовано в карточке их экспортировать как один файл свг и анимировать впоследствии его части почему не по отдельности потому что далее чтобы сделать целостную анимацию работать с одним общим файлом будет легче и легче будет скомпоновать вот эту вот эти все элементы в одном месте чтобы они не разбегались не нужно чтобы было дополнительно высчитывать их расположение относительно во первых то этого круга а во вторых относительно ну страницы вот этого хедера а так как они будут все в одном файле они уже по умолчанию будут на месте своем мы будем двигать только влево вправо вверх вниз вот этот общий элемент в котором уже будут все остальные элементы находиться чтобы не было такого разнобоя что карточки отдельно центрировать и располагать круги отдельно чтобы это все отсюда дело экспортировать если я вот так выделю то у нас я захвачу ненужные элементы и мы должны ненужные элементы отсюда убрать допустим вот это так кнопку убираем далее так это нам не нужно убирать видимо так короче я намудрил немного с экспортом но нашел другой путь необязательно экспортировать можно на любой выделенный элемент а кликнуть правой кнопкой и здесь есть скопировать код свг собственно что нам и надо потом мы создаем новый файл сюда кидаем вот это все весь кошмар и и сохраняем его как файл свг так переходим сюда декор не знаю это разница сикор да можно сикорного декор спг все теперь у нас есть свг файл так куда же нам этот декор вставить давайте посмотрим на нашу разметку так нам его нужно вставить на один уровень с нашим контейнером чтобы его впоследствии сделать как бы уровнем ниже точнее ну по уровню z z-индексу ниже и чтобы он не перекрывал наш контейнер а оставался этот элемент всегда сзади поэтому мы здесь напишем хедер ну пусть будет этот декор и сюда добавим содержимое вот этого свг файла его конечно можно оптимизировать что я скорее всего потом сделаю когда будем анимировать пока что это не столь важно так я сейчас свернул чтобы не мешалось и посмотрим что у нас целом получилось так вот он у нас этот декор стал сюда хорошо вот он нам нужно его сместить правую часть и так чтобы он не отталкивал ничего от себя поэтому так как он находится в хидере нам нужно этот самый хидер сделать position relative и overflow hidden чтобы не появлялась горизонтальная полоса прокрутки сейчас я увеличу вот полоса прокрутки ушла далее декор декор ну можно его также тут оформить далеко не ходить это будет position абсолют пока что сверху 0 слева 50 процентов пока что это мы подкорректируем и ему зададим z-index 1 так посмотрим что у нас получилось ну да примерно он там где нужно просто нужно его будет еще поднять наверх давайте посмотрим примерно на каком уровне так все наши невидимые элементы также нужно вернуть есть смотрим уровень примерно угол где-то на уровне нашей кнопки поэтому давайте его подвигаем и еще я бы ограничил по ширине и высоте наш хедер декор чтобы в том числе при масштабировании этот элемент сохранял свои свои размеры потому что в данном случае это важно так давайте измерим размеры две тысячи шестьсот восемнадцать на две тысячи четыреста двадцать девять значит хедер декор две тысяча шестьсот восемнадцать и высота 2429 можно 30 написать теперь давайте регулировать по высоте пози шин так топ и ей поехали сюда 800 примерно наверное где-то так будет 870 сейчас посмотрим да где-то ну что же так и мне кажется что вот эта карточка дизайне чуть поменьше может быть стоит ширину уменьшить посмотрим повлияет ли это на что-то так давайте запишем высоту сначала 880 а потом посмотрим как топ минус 880 пикселей или давайте сравним так чуть ниже да нет вроде все нормально так и конечно при таком сравнивании можно заметить что наша кнопка так вот это она не выступает за пределы заголовка то есть нам форму нужно уменьшить еще чуть 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 а точнее давайте измерим насколько сколько она у нас по ширине получается так 665 пикселей поэтому перейдем в хидер и у нас здесь есть где-то форма и пропишем макс вайт 600 что-то ну пусть будет 666 так все получше и теперь вот эту карточку нужно приблизить немного к форме потому что она у нас явно дальше поэтому как я и говорил здесь временно 50 ну 40 так или 41 может быть где-то так да но тут филигранной точности добиваться особого смысла нет поэтому можем написать и 40 еще раз сравним что у нас получилось в целом так похоже ли так стопроцентно сейчас сделаю ну давайте так да в целом похоже вроде ничего не забыл ну а если забыл да забыл сделать эту кнопку выше нашего декоративного элемента давайте нашему контейнеру давайте сделаем так хитер контейнер так хидер где-то здесь контейнер мы ему зададим позиция на релайтив также и z-index например 10 обон стал выше так и в общем то все но в целом буду загругляться если увижу еще какие-то недочеты или вы увидите напишите в комментариях на следующий раз поправим в следующем видео а также в следующем видео адаптируем вот это все дело под мобильное устройство и добавим такую анимацию все а сейчас прощаюсь если нравится не забывайте поставить лайк и подписаться на канал до скорой встречи пока пока пока